Я родом из Щелкова. И поверьте, наш город достоин того, чтобы вы полюбили его так же, как люблю я. Щелковское телевидение при поддержке историко-краеведческого музея продолжает проект, посвященный истории нашего края. Сегодня мы в рабочем поселке Химзавода. Бывшем, конечно, рабочем поселке, но многое здесь до сих пор представляет интерес и с исторической, и даже, вы удивитесь, с архитектурной точки зрения. Щелковский химзавод Одно из градообразующих предприятий, которое изначально, с 1876 года, входило в состав товарищества «Мануфактур» Людвиг Рабенек как «Ализариновый завод». А товарищество «Мануфактур» впоследствии стало хлопчатобумажным комбинатом имени Калинина. О мощном химическом предприятии должен быть отдельный рассказ, а пока о соцкульт быти его сотрудников, который в 30-е годы прошлого века работал на предприятии более двух тысяч. Именно тогда и были построены жилые дома для них, в которых выросло несколько дружных и сплоченных поколений. Даже разъехавшись по разным уголкам Щелкова, до конца 90-х они продолжали встречаться в местном доме культуры. Мы жили в 12-м доме около клуба, а в самом конце, 4-й, 5-й дом, мы даже знали, у кого какое окно, мы знали, кто где живет. Очень хорошие всех отношения. Добрые. Одна улица. Назывался поселок Химзавода. И у нас тут все свое было. И клуб, и столовая, и магазины, и аптека, и баня. Все у нас свое было. А улицы не было как таковой. А потом, когда уже стали выселять, уже перебрались в микрорайон, там куда-то, назвали улицу Заводской. Ну, все равно корни остались у нас здесь. Многие здесь работали и работают на химзаводе, а многие, конечно, жизнь распросятся по всем сторонам. Улица Заводская идет вдоль железной дороги с северной стороны на восток, начинаясь от здания школы номер 5. Здесь и был построен рабочий поселок химиков. Двух-трехэтажные дома. Имелись также клуб, пожарное депо и баня. Учреждения обслуживали жителей всех окрестностей, включая деревню Хотово. Три трехэтажки между клубом и пожаркой сохранились только в памяти старожилов и на старых фотографиях. Их снесли, и сейчас там промплощадка. Здание бани тоже не существует, а остальные постройки целы. Вот фотография улицы Заводской в 50-х годах. На ней мы видим, как сегодня бы сказали, автомобильную пробку. Но нет, это просто машины ждут, когда откроется переезд. Железнодорожный путь и сегодня пересекающий автотрассу, но уходящий в забор, тогда использовался. Сравним панораму с сегодняшней картинкой. Хочется показать вам еще одно историческое здание. Оно напрямую не связано с поселком Химзавода, но тоже входило в жилой массив на улице Заводской. В нашем распоряжении оказалась карта Щелкова 1965 года. На противоположной стороне улицы мы видим здание, обозначенное черным цветом. Это каменные постройки высотой в четыре этажа. Сегодня мы можем заметить их только на фотографиях улицы того периода. Это были каменные казармы, построенные еще при фабрикантах-храбинниках в конце XIX века. А вот темно-коричневый прямоугольник обозначает трехэтажное здание, и оно целехонько. К тому же с 1900 года, когда была сделана эта фотография, почти не изменилась. Это бывшая казарма, известная под номером 3. Сегодня она в окружении разных построек и заборов, поэтому точно воспроизвести точку съемки не получилось, только примерный ракурс. На стенах можно разглядеть интересные вещи. Круглая чугунная плашка с вензелем и датой. 1882 – очевидный год постройки, а вензель, вероятно, объединяет буквы «ТМЛР» – «Товарищество-мануфактур Людвиг Рабинник». Это название предприятия в Щелкове получило тремя годами ранее. Здания того же периода сохранились на улице Фабричной и в Первом Советском периодке. Но вернемся к сохранившимся двухэтажкам рабочего поселка. Они все похожи друг на друга. На первый взгляд, ничего особенного. Частично реконструированные двухэтажные бараки, на некоторых мансардная надстройка. А если присмотреться? Эти дома являют собой пример развивавшегося в 30-х годах 20-го века направления в архитектуре под названием конструктивизм. В чем его суть? Если в классической архитектуре мы прежде всего обращаем внимание на элементы украшения и фасада, то здесь красота отодвинулась на второй, а то и на третий план. Время требовало возводить предельно функциональные и удобные здания для быстро растущего городского населения. Образ конструктивизма сохранился в зданиях на Заводской, а именно в жилом доме номер 7, бывшем пожарном депо и крайнем доме 22 на противоположной стороне улицы Заводской. Очень приметный элемент конструктивизма – угловые окна, выходящие на два фасада и как бы уравнивающие их значения. Вот такой характерный стеклянный угол как раз был придуман в то время. Это один из как раз вот таких характерных элементов, что можно увидеть, допустим, у нас в Щелково. Если вот посмотрим на здание бывшей пожарной колончи, так называемой, да, вот здесь очень, правда, замазано сегодня краской, но видно, что вот этот угол стеклянный – очень характерный элемент, в принципе, для конструктивистских построек. Он использовался очень часто, почему? Потому что явно в таких продолговатых объемах располагались лестницы, которые всегда требовали освещения. Еще один элемент конструктивизма – плоская кровля. Она тоже должна была функционально использоваться. Отчасти отображением этого приема является пожарная колонча. На ее плоской квадратной крыше раньше стояла стеклянная будочка смотрителя. Стеклянные вставки над гаражами тоже несли функционал, через них проникал дневной свет. В конструктивизме был принят научный подход к тому, сколько нужно освещение, с какой стороны света и так далее. Дом номер семь на заводской – единственный жилой, который, к тому же, сохранился в первозданном виде. Он является маневренным фондом, людей сюда вынуждены селят на время. Здесь мы тоже видим фактурные угловые окна, а также необычно широкие плоскостные, несвойственные жилым домам более поздней постройки. Еще специалисты предлагают обратить внимание на практиковавшийся в конструктивизме пример блочного строительства. Для конструктивистских домов очень характерный универсальный каркас, когда постройка, сродни промышленному какому-то зданию, с точки зрения конструкции, сделана из колонн и перекрытий, а все остальное является неким заполнением. Характерная деталь, на самом деле, когда у нас читается бетонный остов, каркас, с уже характерным заполнением отдельными блоками внутри. Ну и добавим, что шлакоблоки, из которых построены дома, считались дешевым и недолговечным материалом. Однако же эти здания стоят уже 90 лет и еще простоят. Культурным центром жилого массива на Заводской всегда являлся клуб. Он был построен в одно время с поселком, в 1931 году. Сначала назывался просто клуб химзавода, после реконструкции – дом культуры химик. К сожалению, здание много лет не используется и, увы, разрушается. А какая у него славная история. Здание клуба, построенное 90 лет назад, раньше выглядело совсем иначе и снаружи, и внутри. Причем преображалось оно трижды. До войны клуб был вот такой. Полукруглый козырек и большие остекленные плоскости над входом тоже напоминают приемы конструктивизма. Сложно сказать, почему фасад решили перестроить, но в середине 20 века учреждение культуры стало таким, каким и запечатлено на большинстве фотографий. Внутри оно раньше также имело внушительные монументальные интерьеры с лепниной. Но во все годы это был настоящий, как сегодня мы сказали, центр притяжения для жителей. Народ очень любил ходить и считал их родным домом, потому что они здесь прожили и во время войны. В клубе было бомбоубежище, и дети эти все выросли в этом бомбоубежище и считали клуб своим родным домом. В годы Великой Отечественной в клубе химзавода, кроме бомбоубежища, размещался призывной пункт. В частности, здесь формировалась воздушно-десантная дивизия, а в первые дни войны проходила запись добровольцев. 6 июля 1941 года был сформирован Щелковский батальон народного ополчения. Командиром был назначен начальник милиции поселка Лосино-Петровский Федор Силаев. 19 сентября 4-я стрелковая дивизия народного ополчения, в которую входил батальон, приняла боевое крещение у озера Селигир. На подступах к Москве она приняла на себя удар врага и не пустила его в столицу. Из 600 человек Щелковского батальона большинство навсегда остались на поле боя. С 2016 года решением районного совета депутатов 6 июля отмечается как День памяти народного ополчения. Мой отец, Леснин Иван Ильич, работал в городе Щелково, работал на заводе фруктовых вод. Он, один из первых, записался в ряды народного ополчения и, придя домой, сказал, всем идти в фотографию и фотографируемся, потому что я ухожу защищать нашу родину. Когда объявили 15-минутную готовность для посадки, не представляете, что здесь делалось. Музыка, слезы, стоны и товарные вагоны, которые сажали наших ополченцев. После войны клуб продолжил аккумулировать всю культурную и общественную жизнь окрестностей. И химзаводского поселка, и казарм ХБК, и деревня Ипхотова. Клуб был самый лучший в районе. Трудное детство, трудное. Но эстетически мы закалялись в клубе. Были очень хорошие преподаватели, руководители, художественные руководители. Николай Семенович Шкуркин, Нина Григорьевна Морозова, Анна Семеновна Райевич. Они привили нам красоту к жизни, к искусству. А тогда мы в клуб придем, танцуем, поем. Клуб нам дает талон, пошли, пообедали. В этом здании прошла вся моя основная творческая и профессиональная деятельность. Здесь меня учили многому. Мне, конечно, повезло. Я попала в очень хороший коллектив, профессиональный коллектив. Это первое. Мне повезло, что я попала именно на химзавод. Это своего рода отдельная республика. Дружная, добрая, ответственная, профессиональная. В клубе химзавода работало множество творческих коллективов, причем как детских, так и взрослых. Музыка, танцы, хоровое пение, вязание, кройка и шитье, духовой оркестр и много чего еще. Народный хореографический коллектив под руководством Новиковой Марины Яковлевны просто был лучшим коллективом в районе, в городе, в области. Они первыми поехали в город по братим Талси. Их пригласили на выступление. Они были и в Финляндии, они были и в Германии. То есть в то время, в советское время, этот коллектив вместе с детьми уже посещали зарубежные страны. Клуб был по-настоящему прогрессивным. Старожилы поселка химзавода рассказывали, что в его стенах рождались свои звезды. Было время, когда морозы, а мы садились на машину и ехали в госпиталь выступать. Мы и в Москве выступали. От нас вышли и в хор Пятницкого люди, и в хореографический Березку. И мы от самодеятельности выступали даже на фестивале молодежи в 1957 году. Завод был большой, и в каждом цехе, в каждом подразделении был свой творческий коллектив. Регулярно устраивались заводские смотры художественной самодеятельности. Клуб преимущественно работал для сотрудников предприятия. Общегородских мероприятий было не так много. Здесь отмечали главный праздник заводчан – День химика. Проводили цеховые вечера отдыха, кинопоказы, лектории, устные журналы. Конечно, новогодние елки для детей. Мы не приглашали сюда посторонних. Мы своими силами вместе с творческими коллективами, с театральными коллективами цеховой и художественной самодеятельности мы готовили детям развлекательные программы, детские спектакли. Да, было, может быть, не совсем профессионально, но это было от души, это было весело, и всем очень нравилось. На сцене клуба часто выступали известные артисты. Вот узнаете – молодой Леонид Куравлев. А это пригласительный билет на встречу с композитором Владимиром Шаинским, актером Борисом Сичкиным, Бубой Касторским из «Неуловимых мстителей» и выдающимся боксером, олимпийским чемпионом Валерием Попенченко. Бывший директор Нина Стукалова вспоминала, как с аншлагом пел здесь Владимир Высоцкий. Приезжали знаменитые «Виа», «Песнеры», «Самоцветы». Клуб химзавода стал одним из трех крупнейших культурных центров Щелково вместе с районным дворцом культуры и клубом имени Октябрьской революции. Чтобы соответствовать статусу, в начале 80-х годов провели масштабный капитальный ремонт. Здание очень преобразилось и внутри, и снаружи, и получило название «Дом культуры химик». Но его новая история оказалась не столь радужной. Актуальность культурного ядра постепенно утрачивалась. Предприятия освобождались от объектов соцкультбыта, и в марте 1998 года продолжатель традиций химзавода, заучил Каваграхим, передал клуб в муниципальную собственность. К этому времени, из-за того, что территория была объявлена санитарной зоной предприятия, людей пришлось отсюда переселить. Количество занимающихся в ДК упало в разы. Приезжать из центра города было затруднительно. Ставшее нерентабельным, учреждения пытались использовать по-разному. Предлагали разместить клуб деловых людей, центр народного творчества. На какое-то время здесь даже обосновался коммерческий учебный институт. В начале 21 века открылся ночной клуб «Трас СС». Последний раз жизнь в ДК наблюдалась весной 2001 года. Здесь отмечали 70-летний юбилей районной газеты «Время». Потом здание закрыли и огородили забором. В 2001 году дом культуры был продан вместе с земельным участком между ним и пожарным депо. На нем располагалась бывшая продовольственная база Щелковского треста столовых, а до нее – те самые трехэтажные дома поселка Химзавода. Инвестор, рыбоперерабатывающий комбинат сахалинской компании «Ту Найча», планировал использовать имущество под производство и переработку морепродуктов. Провели экспертизу у здания, получили заключение, что оно крепкое и может использоваться. Но применения ему не нашлось. А в результате экономического кризиса 2008 года трудности начались и у самой компании «Ту Найча». До зимы 2014-2015 годов в здании бывшего дома культуры еще поддерживалась жизнь. А потом все. Отопительная система была полностью разморожена, охрану сняли. Ушла на пенсию, отвечавшая здесь за порядок, бывший директор Людмила Солдатова, которая работала в ДК с 1978 года. Сегодня промышленная площадка все-таки функционирует как складской комплекс, а вот здание дома культуры, увы, пропадает. Жаль. Единственный действующий объект соцкультбыта, оставшийся как наследие Щелковского химзавода, мемориал воинам-химикам. Это один из самых известных и величественных мемориалов воинской славы в Щелковском крае. Он был открыт 9 мая 1975 года, к 30-й годовщине Великой Победы, и посвящен работникам Щелковского химзавода, не вернувшимся с войны. Более 700 заводчан ушли на фронт, и порядка 180 не вернулись. Их имена навечно на плитах мемориала. Здесь каждый год, 9 мая и 6 июля, в День народного ополчения, проходят митинги нынешних сотрудников предприятия Щелково-Аграхим. А вот вам пара интересных фактов о мемориале. Изначально фамилий погибших на нем не было, появились позже. А еще сохранился проект 60-х годов, по которому подход к Вечному огню планировали сделать перпендикулярно улице Заводской. Возможно, иначе мешала проходившая здесь дорога на Москву через Хотово. Как бы то ни было, построили по-другому, и мы идем возлагать цветы к Вечному огню со стороны перекрестка, Заводской и этой давно не существующей дороги. Сегодня в этом районе Щелково сформировалась промзона. В оставшихся от рабочего поселка двухэтажках размещаются офисы, небольшие предприятия, автомастерские, даже хостелы. Часть домов заняли силовые структуры – Щелковское территориальное управление МОСОБУ «ПОШ-СПАС», следственный отдел и подразделения миграционной службы по работе с иностранными гражданами. Многим известна амбулатория химзавода, сегодня входящая в структуру Щелковской областной больницы. Но дух рабочего заводского района отсюда никуда не ушел. Вот мы и рассказали вам еще об одном уголке Старого Щелкова, который, как нам кажется, не заслуживает забвения. Продолжение следует...